У союзного государства есть прошлое, которое неразрывно связывает наши народы, их историческая, кровная и духовная близость. Есть настоящие, удваивающие силы наших стран в экономическом, социальном, культурном развитии. И есть будущее, перспективы которого определяет еще более тесная интеграция, модернизация и инновационное развитие Беларуси и России. Григорий Рапота – государственный секретарь Союзного государства. Москва – Белорусская. Тесные историко-культурные связи двух стран переплелись в топонимике столицы России. Многие знаменитые выходцы из Синекой Беларуси оставили здесь свой след. И многие достопримечательности Москвы напоминают о связи братских народов. Так, например, в столице есть улицы, названные в честь белорусских городов – Бобруйская, Минская, Витебская, Брестская, Гомельская, Оршанская. Многие места в современной Москве связаны с именами выдающихся белорусов. Прославленный классик белорусской литературы, поэт и переводчик Янка Купала в 1915 году жил и учился в Москве. А свои последние дни литератор провел в гостинице «Москва» на Охотном ряду. 28 лет проработал в должности министра иностранных дел СССР, а затем был председателем Президиума Верховного Совета СССР Андрей Громыка, родившийся в деревне Громыки Ветковского района. Самое непосредственное отношение к белорусско-российским связям имеет и здание, расположенное по адресу Моросейко, 17. Именно его в 1793 году купил тогдашний владелец гомельского имения граф Петр Румянцев. С 1993 года здесь размещается белорусское посольство, а в сентябре 2016 этот адрес стал известен еще по одной причине. Здесь впервые прошли дни Гомельской области в Москве. Развитие межрегиональных связей для гомельщины всегда было приоритетным направлением. Сейчас появилась еще одна реальная возможность их расширения. Если даже посмотреть сегодня всем известный Гомсельмаш, то мы сегодня видим, что там только для производства этого комбайна тысячи поставщиков. И если посмотреть глубже, то 60% комплектующих этого комбайна – это Российская Федерация. Поэтому говорит о многом, что дает возможность сегодня развиваться нашим регионам. И мы сегодня стремимся делать все возможное для того, чтобы эти связи укроплялись, для того, чтобы экономический потенциал совершенствовался. На трех этажах делового и культурного комплекса белорусского посольства в Москве все самое лучшее. В конце концов, среди главных задач дней Гомельской области в Москве – максимально полно представить возможности и особенности региона, начиная от туристических возможностей и самобытной культуры. Сегодня на Российскую Федерацию приходится 60% объема внешнеторговых операций Гомельской области. И первые позиции традиционно занимают Москва и Московская область. За последние полтора года внешнеторговый оборот Гомельской области с российскими регионами составил 6 миллиардов долларов. Традиционным спросом у москвичей пользуются белорусские продукты питания. Туровский молочный завод и Рогачевский молочно-консервный комбинат. Акционерное общество «Мелковито». Ежедневно в московские торговые точки поступает до 300 тонн свежих молочных продуктов. В организации Дней Гомельской области в Москве значительную помощь оказало белорусское посольство. И не только предоставлением площадей для размещения экспозиций. Кроме представителей правительства российской столицы и столичной области, руководства Московской конфедерации промышленников, для обсуждения вопросов развития отношений в деловой и культурный комплекс приехали руководители и представители более 30 российских регионов. Детальная аналитика рынков и отраслевые исследования с целью заключения партнерских отношений – это, пожалуй, главная задача Центра аналитики и деловых контактов «Бизнес-геометрия Групп», с которой подписывает соглашение о сотрудничестве Гомельское отделение торгово-промышленной палаты. Кроме того, что я исполнительный директор «Бизнес-геометрия Групп», я являюсь послом Международной организации «Интернейшн» в Санкт-Петербурге. Эта организация объединяет экспатриантов по всему миру. Она насчитывает более 2 миллионов человек, и можно в 390 городах по всему миру найти представительство этой организации. Гомельский технопарк со своими московскими партнерами сотрудничает с 2008 года. Однако теперь эти отношения должны выйти на принципиально новый уровень. Во время проведения в Москве Дней Гомельской области этот вопрос обсуждается также. Сейчас мы уже имеем и в Москве новую стратегию поддержки и развития высокотехнологичных компаний, имеем четкую отраслевую специализацию, какие компании мы поддерживаем. И, кстати, компании в сфере информационных технологий подходят под эту стратегию. Поэтому гомельские компании, которые в Гомельском технопарке, именно в сфере информационных технологий, мы рассчитываем на то, что будем давать им возможность работать на российском рынке. И, соответственно, российские компании смогут пользоваться также услугами гомельского технопарка, будут также открывать представительство, платить налоги и в Белоруссии, и в России. Это обоюдное сотрудничество, которое поможет и нашим, и белорусским компаниям. О возможности и необходимости взаимовыгодного сотрудничества во время проведения Дней Гомельской области в Москве говорится неоднократно, начиная от встреч в кулуарах до наступлений с официальных трибун. Даже такой простой факт, что от 50 до 70 процентов отдыхающих в Гомельской области в санаториях – это россияне. Это говорит о том, что там создана очень хорошая инфраструктура, которая делает привлекательным этот регион для тех, кто хочет там пройти оздоровление, лечение. Гомельская область – это та область, в которой находится жемчужина российско-белорусской истории, дворец Румянцев-Паскевичей. На дня Гомельской области в Москве Гомельский дворцово-парковый ансамбль представил совместную экспозицию с Ветковским музеем старообрядчества и белорусских традиций «Народная культура Гомельщины». Искренность, простодушная сердечность и мудрость – черты, представленные в российской столице белорусской иконы. Истоками православная иконопись уходит в каноны Византии. Однако в эпохе Возрождения и Барокко время накладывало свои отпечатки. Впрочем, судить о неповторимости белорусской культуры можно не только по иконам. Я, например, сейчас одета, облачена в костюм Гомельского района. На голове уникальный и очень редкий головной убор, наметка. А вот так облачали женщины ранее, сто лет тому назад. И это был очень важный элемент любого женского костюма. Есть еще такое выражение «окрутить хлопца». То есть именно во время свадьбы девушка меняла головной убор и облачалась в наметку. И отсюда и есть выражение. То есть именно во время свадьбы она окручивала наметку вокруг головы, а значит окручивала хлопца. Неглюбские рушники – древняя славянская история, которая уже несколько десятилетий изучается в Ветковском музее старообрядчества и белорусских традиций. Некоторые знаки орнамента рушников этого региона уходят в глубину тысячелетий, в эпоху раннего земледелия. 4,5 тысячи лет – минимальный возраст геометрических символов неглюбских традиций Ветковского района, чьи экспонаты представлены на выставке в Москве. Неглюбские рушники сохранили одни из древнейших знаков. Вот этому знаку, этому знаку, вы не поверите, 4,5 тысячи лет. В это трудно поверить, но это так. Среди разных узоров наши белорусские женщины сохранили эти древнейшие символы плодородия. Они принадлежали когда-то всем индоевропейцам и изобретены были в эпоху бронзы. Вот это ромб, женское начало. Косой крест – знак зачатия, знак распашки. Ростки, которые выходят из земли. Колосья, которые согнулись и уронили новое семя. Это все символика пульсации плодородия земли, символика брака, символика матери сырой земли и символика рождения, всякого рождения. Вот этот знак когда-то и попал на наш белорусский государственный флаг. То есть мы с вами имеем знак старше многих цивилизаций на нашем белорусском флаге. Лозоплетение впервые появилось в Древнем Египте, еще во времена Тутанхамона. У славян первыми изделиями из лозы были небольшие корзины, подставки и блюда. Сегодня в Европе наибольшей популярностью пользуются работы из лозы, созданные руками мастеров, а не в ходе промышленного производства. Так как население уверено в экологичности изделий, отсутствии вредных примесей, красителей, которые могут повредить человеку и окружающей среде. Белорусскому народу очень повезло в том, что он имеет собственных ремесленников, занятых в этом искусстве, готовых поделиться своими знаниями и навыками, представить лучшие работы на днях Гумерской области в Москве. У меня очень сложная вещь, я старался какую-то художественность придать, потому что, ну, чтобы не просто садовая мебель, а чтобы можно было человеку коттедж поставить. Они отнимают очень много времени, они очень трудоемкие. Вот эта тарелка, 20 часов плетения только. Вот, и я уже не говорю про мебель, это, комплект мебели, это месяц работы. Вот это, два кресла и столик, месяц работы. При непосредственном участии посольства Республики Беларусь в Российской Федерации, участие в днях Гумерской области в Москве приняли послы и работники более чем 20 дипломатических миссий. Австралия, Алжир, Армения, Зимбабве, Аргентина, Бахрейн, Индонезия, Куба, Сербия, Филиппины, Шри-Ланка. Даже если контракты не подписываются непосредственно в дни проведения мероприятия, это потенциальный задел на будущее. Маркетологи говорят, кто не участвует в выставках, тот не участвует в бизнесе. Сегодня выставочная деятельность становится одним из важнейших факторов эволюции мировой экономики. Здесь можно не только установить контакты и достичь определенных договоренностей, но и познакомиться с новейшими тенденциями на рынке. В особенности это касается участия в выставках за рубежом, что позволяет перенести на время офис в другую страну. С соответствующим наличием потенциальных партнеров. На днях Гомельской области в Москве Белорусский регион презентует несколько инвестиционных проектов. От строительства щебеночного завода и до создания предприятия по переработке дикорастущих грибов и ягод. В первую очередь это, конечно же, заморозка должна быть, в том числе и сушка. Вот это определенные необходимые камеры морозильные, определенные линии сушилки. Значит, кроме этого, это может быть производство линий по производству каких-то приправ. Это обязательно линия консервирования, которая сегодня востребована в Евросоюзе. Мы сегодня знаем, приезжая в Европу, в ту же Италию, мы видим белые грибы, которые по цене 5-7 евро, баночка 50-70 грамм стоит. А мы вывозим весь этот наш ценный, как говорится, продукт, вывозим в виде сырья, либо замороженные только, или в крайнем случае сушеные. И потом, в том числе, импортируем обратно, то есть реэкспорт делаем в Беларусь, уже в конечном продукте, который производится либо в Польше, либо еще в других странах. Один из главных результатов Дней Гомельской области в Москве – подписание нескольких документов. Соглашение о сотрудничестве подписано между Гомельским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты и Центром аналитики «Бизнес-геометрия групп», свободной экономической зоной «Гомель-Ратон» и Московской торгово-промышленной палатой, между Гомельским технопарком и технопарком «Строгино». Под протоколом о намерениях по созданию производства экологически чистых, жидких концентратов и сухих торфосопропелевых активированных смесей, высокой биологической активности для земледелия, а также кормовых добавок на их основе для животноводства, свои подписи поставили председатель Гомельского облсполкома Владимир Дворник и председатель наблюдательного совета «Логистик Систем» Дмитрий Меркель. Иностранный капитал теперь появится и еще в одной сфере экономики Гомельской области. Крупные проекты, такие как в сфере нефтяной, металлургической, участвует российский капитал. И он не только с территории Москвы, Московской области, но и с крупных других городов, регионов Российской Федерации. И это говорит о том, что люди, бизнес не боятся укладывать средства, Беларусь не боится укладывать в экономику, потому что они действительно чувствуют себя на нашей земле, как своей земле, и работают сегодня с нами, как своими людьми и братьями. Не остался незамеченным среди участников мероприятия в Беларусском посольстве и концерт Гомельской области. Программу представили лучшие исполнители и творческие коллективы. Народная артистка Беларуси, лауреат премии «За духовное возрождение» Галина Павлинок, заслуженные любительские коллективы Беларуси, вокально-хореографический ансамбль «Гоми» и «Свояки», лауреат международных российских и белорусских конкурсов, инструментальное трио «Лирица». По дороге домой участники Дней Гомельской области в Москве признаются, программа оказалась настолько насыщенной, что полноценных экскурсий по российской столице провести так и не получилось. Хотя в том, что этот город может впечатлить любого гостя, сомнений не было ни у кого. Однако и задача у гомельчан на этот раз была совершенно другой – расширение межрегиональных контактов на взаимовыгодной основе. Сегодня можно с уверенностью говорить – эта цель достигнута. Я хочу поблагодарить руководство области за ту неизменную и плодотворную работу по укреплению российско-белорусских отношений, за активное участие в программах российско-союзного государства. Я хочу пожелать процветания Беларуси в целом, это само собой, но в данном случае мы говорим о Гомельской области, поэтому я хочу пожелать процветания Гомельской области и всего вам самого хорошего. Спасибо.